Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы порисуем. Я порисую. Не знаю, насколько мне удастся. И заодно расскажу об одном из призов, которые ожидают победители нашего сочного марафона. Это два суперкрутых скетчбука от Just the Sketch. Почему суперкрутых, а почему я так классно и уверена об этом говорить? Потому что у меня один есть скетчбук. Доброе утро, как раз-таки Just the Sketch. Вот такой скетчбук у меня есть. Я в нем уже начала рисовать. Сегодня, собственно, в нем хочу порисовать. Ребята шьют скетчбуки по вашим запросам. Цвет корочки, цвета, резиночки, там, не знаю, всякие такие вот прибамбасы. Вы выбираете сами. Из предложенных, естественно, качество исполнения на высоте. Говорю вам это абсолютно уверенно, поскольку я сама шью иногда скетчбуки. Ну, громко сказано шью, да, три штучки сделал для себя. И если сравнить мое качество их, конечно же, тут вне конкуренции. Все очень здорово, все очень аккуратно, очень удобно, раскрывается, все замечательно. Бумагу также вы выбираете сами из предложенных, поэтому очень... Нет, это не стрижечка, это у меня сегодня хвостик. Вот, собственно, про это и хотела сказать. То есть будут разыграны именно, подарены два таких скетчбука. В этом скетчбуке, именно в моем скетчбуке, есть бумага двух типов. То есть мы сразу так обговаривали, это было оговорено, что половинка скетчбука сделана из хлопковой бумаги, вторая половинка из целлюлозной. Ну, и та, эта бумага очень хороша. Хлопковая это Кэнсон Молен Дурой, целлюлозная это Кэнсон Монтваль. И то, и другое я очень люблю, поэтому даже не знаю, на какой мне больше нравится рисовать. Сейчас я переключу камеру, покажу, что у меня здесь уже в нем нарисовано, и хочу нарисовать сейчас уточку. У меня этот скетчбук так получилось, что ориентирован на животных, птичек, каких-то там зверят и так далее. Я недавно начала его заполнять, рисунков не так много, но так получилось. Вот моя книга акварели, которую я шила первую, я сто раз ее, конечно, уже показывала, она заполнена. Она заполнена полностью пейзажами. Это, в общем-то, интересно и удобно. То есть одна у меня, один скетчбук полностью по пейзажу, другой у меня по цветы. Этот скетчбук от Just a Sketch, он именно на животную тему. Тот, который я закончила шить, вчера в прямом эфире я закончила его, Да, я буду заполнять не знаю чем. Вот такой скетчбук получился с моей авторской работой. Вот такую работу, я думаю, сделать акварелью подобную, но уже в нем, в первой страничке. И вы даже можете посмотреть, у меня странички где-то неровные, тут где-то какие-то косячки есть. У Джазда скетч такого не обнаружила. То есть у них все очень аккуратно, все здорово. Но сегодня, наверное, пока порисую все-таки именно на животную тему, хочу нарисовать уточку. Профиль, который мне часто вдохновляется фотографиями, это Петра с фото. Сейчас я вам покажу, я сделал скриншот и перенесла его на свой ноутбук. Так мне просто удобнее рисовать. Вот такая вот картинка, такая фотография. Вот эту уточку я хочу попробовать нарисовать. Не знаю, получится или нет. Я завидомо никогда не могу сказать, что будет. Но хочу попробовать. Так, сейчас я включу камеру, чтобы у меня это все потом на канал тоже записалось. Видео. Все видео, которые, собственно, вы смотрите в прямом эфире, их можно потом найти в записи на моем канале Сверкла Арт. Так, ну вот так вот фиксируется все резиночка, я ее уже просто убрала. И здесь я буду рисовать свою уточку. Здесь у меня нарисован на первой страничке олень. Есть его, кстати, видеопроцесс. Не, не скажу, что больше, но как-то мне многие темы близки, кроме портретных. То есть портреты я не очень люблю рисовать и не умею. Да, это олененок, правильно, вы помните. Вот это на хлопке. Вот это на хлопке. Нарисовано, это тоже на хлопке. Уточку я тоже думаю на хлопке сегодня нарисовать. А с серединки у меня идет целлюлоза. Но она супер качество. Это Кэнсон Монтваль. И на ней рисовать тоже мне очень нравится. Пока тут всего лишь три у меня картинки. Вот в апреле я рисовала, а этого собачонка даже не помню когда. Ну тоже где-то, наверное, апрель-май. Да, пожалуйста. Я тоже думаю, что удобно, конечно, там не спеша, с паузами совсем. Сегодня я буду рисовать уточку. Для того, чтобы не открывалась страничка ненужная, я придумала фиксировать ее резиночкой. Сейчас, если у меня под руками есть, потому что она у меня в другом скидебуке осталась, я так и сделаю. Так. То есть я беру обычную резиночку туристику консулярскую. Вот у меня есть, кстати. Говоря, вот такой вот. Ну, в принципе, смотрите, он и так не открывается. Ну, для надежности, вот видите, на 180 градусов он прекрасно разворачивается. Я вот так вот делаю. Даже под цвет получился у меня. Но, вот знаете, даже здесь я, наверное, так не буду делать, потому что я хочу, чтобы у меня была вот такая красивая белая рамочка. Я буду заливать фон, хоть и очень нежно, очень светло, но фон, тем не менее, будет. Поэтому я сделаю сейчас вот такую манипуляцию выполню. Спасибо большое. Спасибо большое. Я делаю и вот здесь делала. Единственное, что иногда я рисую, вот, например, цветочные книги, я не рисую вот фон, тогда рамочка не нужна. Когда у меня фон заливается, очень здорово смотрится рамочка. Видите? Очень аккуратно, но кое-где я ее не делаю. Посмотрите, здесь она у меня есть, краев, здесь разворот заполнен сверху, снизу я не делаю. Бумага здесь плотная, поэтому она не формируется. Рамочка я не посчитала, что она там нужна. Так, почему постоянно пишут, что яичница с сыром уже? Не пойму, про какую яичницу с сыром. По-английски что-то что-то написали? Может, я что-то пропустила. Здесь я сделаю уже тонким скотчем. И здесь, потому что я не хочу, чтобы он загибался, мне это не нужно. Просто ради рамочки. Многие спрашивали, зачем, зачем малярным скотчем тут оклеивается? Ну, во-первых, чтобы не деформировалась, если она деформируется. Во-вторых, чтобы была в конце итоговая работа, якобы в паспарту получается. Такая штука, такая рамочка. Это подчеркивает работу, делает ее завершение. Вообще, животных мне рисовать немного сложнее, чем пейзажи, чем цветы. Цветы и пейзажи, они позволяют вольность некоторую. А все-таки животные и птицы, они требуют знаний каких-то, видимо, анатомических, коими я не обладаю. То есть, я в анатомии не сильно. Академический рисунок я не знаю, не проходила. Я рисую пятнами, как вижу, поэтому мне иногда не получается. Животные, но я не отчаиваюсь. А пусть пишут, мне не жалко. Так, еще хотела что сказать. Прежде чем приступить к рисунку, например, вот так, сейчас покажу. Любому, либо пейзажи, либо цветы, либо животные, я стараюсь сделать небольшой эскиз. Для этого у меня есть вот такой тоже хендмейнт блокнот, но не я его делала, мне его прислали. Я здесь делаю такие вот маленькие карандашные скетчи. То есть, вот, например, я работала с нашей церковью. Я сделала три даже эскиза, чтобы посмотреть, как лучше расположить фонари. Как выделить какие по тональности, чтобы будет темнее, что светлее. Также и с пейзажами. Здесь, наверное, плохо видно. Странички тонированы у него. Ну, вот я такие зарисовки делаю. Вот я рисовала, к примеру, последняя моя работа в скетчбуке. Так, вот такая. Так, где она? Вот она. Вот можете посмотреть. То есть, идет от эскиза, идет уже к работе с акварелью. Эскиз мне помог увидеть, правильно ли я расположила объекты, удачно ли я их расположила. Потому что фото оригинале, на которое опиралась, вот эта лодочка, она располагалась где-то вот здесь. То есть, композиционно не очень хорошо смотрелась. Я ее сместила сюда и не ошиблась, я думаю. Также в таких скетчах хорошо показывать тон, где будет самая темная часть рисунка, где будет светлая. Здесь я сильно на это внимание обращаю, но все-таки старалась куда-то это показать. Точно так же и с уточкой. Вот она моя уточка, которую я сейчас буду рисовать. Я примерно ее сначала набросала здесь. Хотела, кстати, лису. Вот видите, не получилось совершенно, не умею ее рисовать. Поэтому на уточке остановилась, получилась вот такая вот. Красивая. Вот такая вот уточка. Процесс в этапах. Ну, тут не совсем этапы. Ну, вот просто вот такие небольшие моменты, они помогают. Особенно начинающим художникам. Хотя, наверное, не только начинающим. Со скотчем деформируется. Госзнак. Я с вами соглашусь. Да, госзнак он деформируется. Дело в том, что госзнак, он, во-первых, 200 граммовый. Ой, простите, пожалуйста. Вот эта бумага, она 300 граммовая. Разница очень ощутима. Эта бумага не деформируется, даже если ее скотчем не приделывать. Хотя, посмотрите, все заливаю. Будет, конечно, небольшая деформация. Но по поводу того, как выровнять готовый рисунок, я снимала отдельное видео и выкладывала на свой канал на ютубе Свеклард. Можете там найти. Очень все просто делается. Что с хлопком фокус такой проходит, что с госзнаком. Поверьте мне, на слово я это делаю. Если она даже свернулась у вас трубочкой в гармошку, ее можно прекрасно выровнять до идеального ровного состояния. Спасибо большое. Спасибо большое. В английском не сильно, поэтому я говорю по-русски только. Все, можно, в общем-то, начинать. Я думаю, что здесь стоит начать мне с уточки, а потом перейти на фон. Хотя можно и так, и так. Фон будет очень прозрачный. Вода будет лишь намеком. Потом покажу по... Давайте еще раз покажу фотореференс. Вот такая вот водичка. Она очень прозрачная. Может быть, я возьму индиго. Может быть, посмотрим. Походу не знаю даже, что я возьму. Это у меня всегда спонтанно. Уточка в таких охристо-коричневых тонах. То есть, мне видится, что грудка у нее желтая охра, такой очень разбавленный. Оперение у нее идет сепией. Коричневатые. Сепия перетекает в оранжевый, где-то в охристое и так далее. Сейчас я сяду. Наверное, не буду видеть комментарии. Так. Спасибо большое. Мне очень приятно. Я работаю педагогом. Я вообще педагог по образованию. Учитель математики. Так. Уточкой можно рисовать какой-нибудь не очень крупной кисти. Например, вот такой. Можно еще мельче взять какую-нибудь. Какую-нибудь вот такую. Или вот недавно мне кисточка пришла к колоноку. То есть, средний. Какой-нибудь средний такой номерок. Хлопок. Позволяет не сильно торопясь работать. Вальяжно. Подбираю сейчас цвет. Можно на листочке его опробовать. Вообще, когда работаю в скетчбуке, лучше закрывать вторую страничку. Дабы всякие капельки здесь ее не испортили. Хоть она чистая, хоть она уже зарисованная. Все равно. Грудка мне видится какого-то вот такого цвета. Охристого. Немного будет перетекать она в какой-нибудь кобальт или ультрамарин. Можно взять кобальт синий. Но перетекать таким образом, чтобы она не смешалась сильно краской. Иначе у меня кобальт и моя охра, они дадут зеленоватый вот такой цвет. Мне зеленый совсем не нужен на уточке. Да, колонок классный. Как я рисую детали, сейчас увидите, как я рисую, если у меня получится. Поэтому буду очень аккуратно сейчас работать, чтобы у меня вот эта вот шейка охристая не смешалась с синим и не получился зеленый цвет. Здесь буду использовать вот такую сепию. Кое-где будет сепия в смеси. Я так думаю, не знаю, может я походу передумаю. У меня это всегда спонтанно. Я никогда не подбираю заранее цвет. Сепия в смеси с охрой, с той же, она даст более такой коричневый теплый оттенок. Thank you, thank you. For sketches, yes. Научилась как рисовать. Да я еще не особенно училась, я еще учусь. Постоянно практикуюсь. Практика, мой учитель. Так, и клювик. Клювик я думаю взять ту же охру. То есть вообще стараюсь в работе не использовать слишком много цветов. Возьму ту же охру и смешаю ее с оранжевой. Мне очень нравится цвет оранжевый от Котман. Это кадмия оранжевая. Получается вот такой вот цвет для клювика. Все, не буду больше разговаривать. Буду рисовать, пытаться. Начинаю со светлого. Заливаю головку. Плюв пока вообще не буду трогать, потому что он у меня не сливается практически с самой уточкой. Его можно нарисовать чуть ли не в последнюю очередь. Заливаю, но тут же смотрю, где у меня будут очень светлые пятна. Можно глаз, кстати, залить, так немножечко блик оставить. Я очень жидко набрала акварель, очень разбавлено. Что мне это даст, что это мне позволяет? Во-первых, работать без стыков. А во-вторых, вот смотрите, я ухожу сейчас на воду. Хлопок мне позволит потом сюда вернуться. А потом я отжимаю кисточку. Всегда это делаю одной рукой. То есть я вот так вот кисточку сполоснула. И вот так вот пальчиком вот так вот видно. Нет, я не знаю, не, не видно. Смотрите. Потому что вторая рука чаще всего занята. Вот так сполоснула и пальцем вот так ее обжала об край банки. Банка у меня тяжелая, большая, никуда не девается. Отжала и вот так вот протерла вот это место светлое. Ее щечка, она должна быть светлая. Я вот так протерла. Чуть-чуть на голове протерла. Можно тут же добавить еще темноты. Возьму сепию. Причем, знаете, сепию у меня не от Ван Гога. Ван Гоговская сепия, она очень такая... Очень-очень коричневая. Такая в сторону даже какой-нибудь Умбры, а не сепии. Почему-то мне их сепия вот именно Умбру может быть напоминает. Ну, в общем, какую-то коричневую. А у меня сепия от Тернера. И она вот такая прям, прям как у Невской палитры. Спасибо большое. У Невской палитры сепии вот мне нравится тем, что она такая серовато-коричневая. Больше в сторону серого. Также вот и здесь. Это сепия Тернера. Сразу же вот здесь вот я продолжаю. Перехожу на охристый цвет. Я беру охры чуть-чуть. Палитру мою, к сожалению, не видно. Кисточка у меня синтетическая. Сильвер, блэк и вельвет. Очень люблю эти кисти. Они, кстати, стали продаваться и в России. Не дешево стоят, но очень такие они мне нравятся. Достойные кисточки. Вот здесь цвет хочется сделать более коричневый. Вот сейчас смотрите, вот она, сепия от Ван Гога. Видите, какая она прям, очень коричневая. Я бы не назвала ее сепией, почему-то она так вот у них называется. И вот здесь я добавлю ее прямо в эту лужу, чтобы она у меня перетекла. Этот цвет уходит сюда. А снизу хочется добавить того самого синеватого оттенка. Очень осторожно. Возьму я кобальт синий. А возможно даже вот кобальт синий, он такой очень, такой небесный. Да, палитру не видно, но вот я не могу, у меня не входит все вот сюда. В общем, на ютубе будет все видно, я думаю, палитру все на свете. Хотя, не знаю, не факт. В этот кобальт я добавлю капельку индиго. Он немножко его сделает приглушение. А можно вообще добавить какой-нибудь оранжевый, тогда он его погасит. Ну, не буду сейчас. Хотя нет, можно и оранжевый капнуть. Нет, тогда зеленый получается не пойдет. Значит, беру я кобальт, беру чуть-чуть индиго. И мне надо такая пелюшка совсем, разбавляю водой. No English, no. On the Russian. И вот сюда я немножко добавляю. Во-первых, это рефлекс от воды на уточке будет. Она же на воде, по воде плавает. А во-вторых, такое некоторое затемнение играть за это. Все, ухожу сюда. Видите, как здорово хлопок себя ведет. Он не высох, пока я тут разговаривала, что-то рисовала. Я спокойно воды добавила, у меня это все сюда пошло. Никакого стыка нет. На хлопке рисовать можно вальяжно. И именно для начинающих хлопок, мне кажется, будет удобнее. Хотя сама я два года, своих первых два года рисования, о существовании хлопка я не знала. Я рисовала только на гузнаке. Все мои рисунки на нем были выполнены. Да и сейчас рисую часто. И не жаловалась. Поэтому кто говорит, что вот у меня нет хорошей бумаги, я не могу научиться рисовать, у меня ничем получать. Нет. Все будет идти все-таки от желания. И на плохой бумаге, и на обычной совсем можно всему научиться. Зато не страшно ее испортить. Хлопок стоит бешеных денег, а дешевая бумага. Спасибо большое. Ну хлопковая, конечно, дорогая. Да, в сравнении с целлюлозой она дорогая. Здесь будут у нее идти оперения, ярко выраженные. Его я буду рисовать по-сухому. Я не буду сейчас сильно прорисовывать. Добавлю несколько штрихов. Возьму как раз таки сепью вангоговскую. Она коричневая вот сюда добавлю. Задам, что она должна быть коричневатых таких. Здесь у нее спинка идет. Но прорисовывать не буду. Я прищуриваю глаза, чтобы не ошибиться с тональностью. Чтобы понять, где какие пятна. Вот здесь практически она будет. Уперение белое. Чуть-чуть синеватого добавлю. С добрым утром, Ёль. Листика 3 сколько стоит? Вы знаете, я затруднюсь вам сказать. Ну, вот знаю, что листик 50 на 60 примерно, хлопка, стоит рублей 300-400. Вот, ну, соответственно, 3, наверное, сколько будет стоить? Рублей 80, может, не знаю даже. Я не покупаю такими форматами, я не знаю. Я беру всегда большими листами. Так. Сюда чуть-чуть добавлю. Все, вот это первый такой прозрачный слой. Я не буду его больше трогать, мучить. Потом буду по-сухому добавлять штрихи. Вот еще раз показываю фотореференс. Да, на ютубе свекла Астага. I don't speak English, yes. Вот такая вот будет уточка. Сколько времени вы практикуетесь? Сколько времени? Ну, года три, наверное, активно. Акварелью. До этого года, наверное, два рисовала еще неактивно масло. Очень недоумен, вот видите. Кому как. Так. Мне просто, видите, мало того, что она для меня дороговата, еще и плюс она для меня малодоступна. Потому что у нас в городе ничего такого не продают. С доставками часто возникают проблемы. Ну, все ответственно, заказывать я откуда-то издалека заказываю. Например, из Джексонса. Оттуда идет месяц, а то и два. И доставка тоже обходится очень недешево. Тысячи две. Поэтому я экономлю на хлопки, рисы. На нем не так часто, как хотелось бы. Но в последнее время, кстати, я не покупаю большие листы. Потому что очень дорого получается доставка. Доставка получается 2-3 тысячи. И поэтому, знаете, какие штуки я покупаю? Сейчас покажу. Пока он сохнет. Вот такие я штуки покупаю. Это склейки. Примерно вот такого формата. Арши и Молендеро я тоже брала. Вот такого формата. И на них я рисую. Их доставляют без проблем. Но опять же ждать долго приходится. Так. Этот слой будет еще долго сохнуть. Можно сейчас сделать что? Так, что можно сделать? Так, отражение я не хочу рисовать отдельно. Отражение я буду рисовать тогда, когда у меня будет готов фон. Поэтому сейчас бы взять в руки фен и подсушить работу. Но так как мои дети спят, я не буду рисковать, испытывать судьбу. И поэтому... Поэтому я буду ждать. Так, сейчас ответственный вопрос. Бумагу можно с Джексонса в компанию? Так. Кем-то покупать? Знаете, я жду в таком маленьком городке. И единомышленников рисования у меня, к сожалению, здесь нет. Поэтому покупаю я бумагу одна, сама на себе. С кем-то скооперироваться не получается. Кисть. Нет, это не Посейдон Бюль. Это Silver Black Velvet. У меня три кисточки их есть. Это и фильм сейчас еще покажу. Рисую я ими очень часто. Вот такие вот три номера. Мне они очень нравятся. Очень качественные кисточки. Очень здоровские. А Посейдон, вот она, кисточка. Я ей сейчас буду делать заливку. Классная кисть. Вообще супер просто. Онлайн-курсы. Онлайн-курсы. Так, сейчас посмотрю, что тут еще. Онлайн-курсы я проходила, но не очень много. Всего два или три. На Лекторум я покупала курс с Татьяной Шербидовой. Давно очень. Года два назад, наверное. Курс по цветам. То есть там коммерческая иллюстрация называлась «Цветы». Мне очень понравился курс. Я прям очень рекомендую. И стоил он тогда не очень дорого. Что я покупала. Он был с 50% скидкой. Бывает у них такое. Мне он очень помог. Мне он очень помог. Особенно в рисовании цветов на тот момент. Вот. Ну и еще пару курсов таких же. Там же на Лекторум. Плюс вот я не пропускаю, стараюсь не пропускать марафоны. От Сергея Курбатова я два марафона проходила. Вместе со всеми здесь, в Инстаграме. Так. Где я живу? Я живу в Красноярском крае. Маленький городок у нас на 90 тысяч населения. Да, на склейке доставка была дешевле. Но в последний раз я заказывала. У меня даже получилась доставка всего 160 рублей. Но после этого я оформляю тот же заказ. Кидаю в корзину те же продукты. И у меня доставка уже от полутора тысяч. Я не знаю почему. Посейдон я пробовала, но немножко. Вот сейчас буду как раз таки дальше тестировать. Мне очень понравился. Прям очень понравился. Мне понравилась его такая средняя жесткость. Что он такой послушный. Что у него очень тонкий кончик. Сейчас покажу. Тонюсенький кончик. Острейший. Что она очень наполненная здесь. Прям очень хорошая кисточка. Расскажите, как 44 рубля доставка с Джейксом. И учите. Я тоже хочу. Можно. Напишу название кисточек. Напишу. Ватман на каварельный госзнак. Режем его нужный формат. Радуемся. Да. Я вот тоже про то, что я первые два года рисовала только на госзнаке. Только не ватман. Только это должна быть именно каварельная бумага. На ватмане тоже пробовала рисовать. Хорошо. На ватмане не на каварель. Плохо знакомится к каварели. Лучше купить какой-нибудь. Вот такой вот. У меня даже они под руками. Вот, пожалуйста, госзнак. Они разные. Корочки бывают. Стоит рублей 80 папка. Вот какая-то тоже дешевенькая бумажка. Плюс у госзнака сейчас есть очень много разных фактур. Вот, пожалуйста. Это холст фактура. Очень интересно мне рисовать. Мне очень нравится миличная спорнуфа. Фактура я тоже заказала. Вот она. От палаца. То есть, тот другой знак. В общем, по-другому называется. От палаца. Рублей 100 такая склейка стоит. В общем, можно. На таких и тренироваться можно и нужно. Я писала им на почту Джексонсон. Но все равно доставка что-то получала с каких-то космических сумм. Краски у меня сборная. Я про краски тоже рассказывала. У меня есть записи на ютубе. Поэтому можно там посмотреть, чтобы я время не тратила. У меня тут в основном Тернер, Бан Гог, немножечко Котман. Это Винсор и Ньютон. Одна у меня только его. Шминки один цвет. Халбейн один цвет. И еще какая-то штучка. Я даже ее не знаю. Буква английская. Не знаю. Наверное, это все-таки не Ватман. Формат, наверное, Ватмана. А фактура, наверное, все-таки акварельная. То есть, фактура должна быть. Если она гладкая, она будет рисовать. Будет очень сложно. Так. Давайте дальше я продолжу рисовать. И так я сегодня говорю много. Что-то у меня тут. Вот. Уточка у меня первый слой подсох. Не знаю, сколько стоил. Я не покупала Ватмана. Я покупала формат А4 и А3. Папка моя первая была. Ой, Флора называется. Такая оранжевая папка. С такой оранжевой тетенькой нарисована. Вот я на ней рисовала. А4 и А3 формат самые ходовые. Плюс рыбачка. Очень популярна. Ну вот, название папок разное. А бумага там одна. Так что любую можно взять, не ошибитесь. Сочный марафон, конечно. Да, вот в Сочном марафоне я вначале рассказывала. Вот такой вот можно скетчбук выиграть. Даже два. Все, буду дальше рисовать. Что мне сейчас нужно? Мне сейчас нужно не ошибиться по тону. У меня уточка должна быть темнее, чем мой фон. Поэтому. На утку я буду еще затемнять. Это первый слой. Он набросок, намек такой. Поэтому тоже об этом должна помнить. Выбираю кисточку Посейдон. Нужна кисточка довольно-таки толстенькая, большая. Которая возьмет много краски, много воды. Набираю вот сюда. Набираю вот сюда индиго. Кстати, знаете, я забыла увлажнить краски. Потому что они так плохо набираются. Обычно, когда я рисую, хоть из кибеток, хоть из тюбика. Но из тюбика я не рисую сразу. Я вдавливаю, потом размачиваю. Я пшикаю водичкой. Она краски размочила. Это лучше делать минут за 10 до рисования. Потом удобно набирать. Вот. Навожу сейчас индиго. Очень жидко. Буду рисовать по-сухому, наверное. Хлопок мне это позволит сделать. Простит меня. Надеюсь, не будет сильно много стыков. А если даже будет, ничего страшного. Потому что эта водичка, она не должна быть сильно однородной. И начинаю заливать таким образом, чтобы здесь было совсем светло. А здесь было потемнее. Уточку надо очень хорошо, аккуратно обойти. Если не аккуратно обойду, будет небрежность в работе. Почему я выбрала сейчас эту кисть? Потому что мне нужен очень тонкий кончик. И в то же время, моя кисть должна сейчас держать очень много краски и воды. Вот таким способом я сейчас лью фон. Главное, вот здесь вот обойти мне хорошо. Чтобы не было стыков, на краешки я добавляю воду. И сюда вообще можно на воду уйти. Потому что здесь у меня... Кстати, где-то даже проблескивает желтизна. Можно добавить ту же охру. Но очень аккуратно, чтобы она у меня в смеси с индиго... Вот она дает, видите, зеленоватый оттенок. У меня не хочу зеленую воду. Поэтому надо тут аккуратненько. А здесь можно уйти на воду, чтобы стыка не было. Потому что я работать буду с этой частью. Все, я тут залила. Беру опять свою индиго. И продолжаю обходить аккуратненько уточку. Я пока не могу, к сожалению, комментарий прочитать. Я залью фон, у меня будет много времени, пока он будет сохнуть. И я всем на все смогу ответить. Что еще здесь можно сразу сделать? Так как у меня это вода, есть какие-то такие волны. Я поэтому беру более насыщенный свой индиго. Но не сильно насыщенный так. И делаю вот такие вот волны. Кое-где. Ага, сильно они расплываются. Значит, можно либо попозже это сделать, либо взять побольше краски. Видите, а то их и не видно даже. Хотя они и должны быть мягкие. Это вода. Она должна быть такая очень мягкая. Сюда я уже могу сделать тон по темне, по насыщению. Жопка у нее такая пушистенькая. Поэтому здесь не обязательно прям так обходить четко, ровно. И ухожу вниз уже на более насыщенный цвет. Не сильно насыщенный, но он должен быть темнее, чем верхушка моей работы. Вот на целлюлозе я бы вот этот фокус не провернула. То есть я бы не могла так вальяжно долго работать, обводить тут что-то, обходить какие-то места. Хлопок стерпит все. Сюда можно вообще вот так вот сделать. Отражение будет более темное, поэтому я имею право вот увести. Видите, какой толщины дает эта кисть. Так, знаете, я хочу добавить розового чуть-чуть. Не знаю почему, но мне видится внизу такой нежно-фиолетовый оттенок. Я хочу его сделать. Все капнула в свой индиго, прямо немножечко розового. Прям капельку. И получился вот такой вот оттенок. Кстати, фиолетовый классно оттеняет вот этот вот охристый цвет. И тоже такие вот небольшие волны можно сделать. Вот прямо эта кисть посейдона, мне кажется, идеальна для подобных прорисовок. Здесь у меня будет еще тоненькая сеточка из отражений, но она будет четкая. Поэтому будет она рисоваться уже по-сухому. Здесь немножечко я протру, поскольку хоть это и отражение затемненное, но оно будет кое-где все равно со светлыми пятнышками. Ну так, слегка намек сделаю, потом я его буду прорисовывать. Все, я думаю, все. Хотя можно еще темноты добавить на месяц. Чуть-чуть. Все. Так, ну вот, теперь эта штука должна хорошенько высохнуть. Я не знаю, может прервать эфир. Сейчас я отвечу, если есть вопросы. Третья тема уже есть? Нет, третья тема нет. Мы объявили только первые две темы. Первая тема сочность, вторая тема прозрачность. Третья тема будет у нас объявлена четвертого числа. Четвертого числа мы объявим последнюю третью тему. Девятого будем подводить итоги. Палаццо пробовала опять альбом склейка. Вообще суперский альбом и склейки. Но у Палаццо есть альбом склейка. А пятого формата. С классической фактурой. Совершенно мне не понравился ужасный альбом. Зато вот такой альбом от Палаццо. Это фактура яичная скорлупа. Прямо мой любимый. Я очень люблю. Я не ела одесса. Глазмак с этикетками. Среднее зерно. Да, вот Глазмак именно не ватман, а именно акварельная бумага, где указана фактура. Среднее зерно это фактура ее. Это стандартная фактура. Но я бы не покупала, хотя можно купить. Но я вот не заморачивалась, я всегда брала папку. Нарезанная бумага. Хотя может быть и удобнее нарезать самому. И рыбачка это все та же песня, все та же серия. Запись сохраню. Я ее не знаю буду ли сохранять в инстаграме. Вы знаете, я замучилась. Просто вообще эти три дня, когда я сохраняю эфиры. То есть нажимаю кнопку поделиться. И потом этот эфир 24 часа доступен. У меня взрывается директ. Это вообще кошмар какой-то. Все пишут, потому что видимо думают, что это не записи онлайн. Отправляют смайлики. Отправляют там привет и так далее. Вообще ужас просто. У меня директ взрывается. Поэтому я, наверное, лучше просто его сохраню и запишу на своем канале. Я выложу на ютубе. Так, все, да? Вроде все. Что за прозрачность рисовать? Ну, что это вам решать, что на прозрачность рисовать? Просто эфир был посвящен этой теме. Я показывала, как рисовать. Рассказывала основные принципы изображения стеклянных предметов. Мое видение. Показывала, как нарисовать шарик. И что там еще. Капельку нарисовали. Вот как раз таки вот здесь рисовали. Вот. Эта запись есть на моем канале ютуб. Можете посмотреть, если интересно. Вообще, на самом деле, знаете, я так ждала много пейзажей. Я вообще люблю пейзажи. И пейзажи всего раз-два я обчелся на тему прозрачности. Мне прямо грустно стало. Потому что я именно с прозрачностью водной глади меня ассоциируется вот это слово летняя прозрачность. Не только с вазочками, с, ну, там, не знаю, с какими-то... На этом без буковок. Ну, без буковок. Спасибо огромное. Ну, у меня еще не высохло. Я не знаю, что делать. Наверное, все-таки я всем рискну включить. Не знаю, разбужу или нет ребенка своего второго, одного и первого и второго. Спасибо большое. Мне очень многому нужно научиться еще. Есть чем и стремиться. Я знаю, в каком направлении двигаться. Пока, к сожалению, не всегда получается найти на это время. Потому что дети маленькие. Садик мы пока не ходим. А с сентября я выхожу на работу, хоть и не на полную ставку, но все-таки. Поэтому я не могу все свое время уделять рисованию, к сожалению. Да, на тему прозрачность. Не только стеклянные предметы. Можно нарисовать вот все, что угодно. Есть работа очень интересная. Я видела. Кто-то рисует тюль. То есть, такое летнее окно. Висит тюль. Да, это прозрачность. Прямо очень хорошо ассоциируется. Кто-то рисует замечательные кусочки льдинок с фруктами. Привет, Светочка. Кто-то рисует воду. Но прозрачность, мне кажется, можно найти очень много ассоциаций. Именно летняя прозрачность интересует. Но не особо у меня просох слой сейчас. Не могу я продолжить рисовать свою уточку. Потому что если чуть-чуть хлопок не просох, и я рисую вторым слоем, он может дать некрасивые потеки. Поэтому я и тяну время. Ваза с цветами. Конечно. Ваза с цветами я вот сама выкладывала в инстаграме. У меня была... Я специально, кстати, на эту тему я покупала вазочку. Вот такую прозрачную. Я, собственно, ее и рисовала. В нее поставила ноготки, фиалки. И рисовала. Это очень даже подходит. Конечно. Привет. Я работаю в сфере образования. Я учитель. Да, я веду уроки. Поэтому я и преподаю параллельно... Точнее, основная моя деятельность все-таки работа в образовании, в государственном учреждении. Вторая половина моей работы именно в рисовании. Я создаю рисунки, обучаю. Ко мне домой ходят ученики. Немного. Сейчас у меня лето, поэтому я и написала недавно пост, что если у меня есть немножечко сейчас свободного времени, я могу, в принципе, позаниматься. То есть я провожу уроки через скайп или через ватсап, кому как удобно. Час стоит 400 рублей. Мы можем позаниматься, если подберем удобное время, чтобы мне и вам было удобно. Можете задавать вопросы во время урока, либо мы подбираем... Чаще всего у нас уроки, как строится. Мы подбираем какой-то сюжет, его рисуем, и в ходе рисования мы какие-то моменты изучаем. Арбуз у нас сочный. Ну, конечно, он очень сочный. Завтра, не знаю, будет ли прямой эфир. У меня это всегда все спонтанно. Завтра, скорее всего, не будет прямого эфира. Ладно, у меня вроде бы подсохло практически. Так что я переключаю камеру и рисую дальше. Еще раз показываю фотореференции. Кто к нам присоединяется позже. Вот такая. Это в Инстаграме я все, кстати, нахожу. Вот этот профиль меня очень вдохновляет. Нет, у меня хвостик завязан. Вот сейчас мы ее, я ее буду дорисовывать. Это первый слой. То есть сейчас и фон, и сама уточка. Все первым, единственным слоем. Вторым слоем я буду затемнять уточку. Делать на... Делать на воде вот эти вот какие-то такие четкие очень отражения. Видимо, там какая-то растительность. И буду рисовать ее отражение. Отражение у меня потом намного темнее, чем сама уточка. Для прорисовки деталей я возьму тоненькую кисть. Все та же серия. Сильвер-блэк-вельвет. А когда конец сочного марафона? Конец сочного марафона будет 9 числа. На арбузе нарисовать капельку. Так я же капельки вот показывала. Если вы имеете ввиду на арбузе, на дольке, я не знаю. Потому что капелька на дольке, она не будет висеть. А если вы рисуете арбуз зеленый, вот именно на арбузе, на корочке, то очень просто. Вот я на красном покажу, раз у меня есть фон. Я беру тот же красный цвет, но он у меня будет вкупе с розовым. Темный такой насыщенный цвет. Рисую сначала, если у меня источник света, вот отсюда. Рисую сначала ее освещенную часть, но она будет теневая на самом деле. Капельки. То есть пусть она у меня будет овальная сейчас. Вот таким образом. Размываю ее вот сюда. Я работаю на гузнаке сейчас, поэтому надо это учитывать, что у меня, во-первых, первый слой может повредиться, работать надо аккуратно. Вот. Во-вторых, сохнет все очень быстро. Я размыла, ушла на сухое прямо. Вот такое, чтобы он мне не дал некрасивых каких-то потом стыков. Дальше я беру жесткую кисть, на гузнаке дает вымываться. Первый слой, поэтому я беру жесткую кисть, синтетическую. И вторую сторону капельки я пытаюсь немножко отмыть. Видите, она становится светлее, поэтому надо взять еще вот такую вот салфеточку. У меня пока время есть, поэтому я показываю, потому что все-таки утка у меня там не досохла. Я боюсь, что я навредить могу дальнейшими манипуляциями. Вот это тоже слежу, чтобы у меня все вот так пошло. Так. Дальше это дело все подсухает. Ага, стерся у меня. Вот это затемнение. Аккуратненько, очень не спеша работаю. Показываю тень, которая отбрасывает капельку. В тень можно добавить какой-нибудь сепии. У меня вот здесь есть на палитре какая-то грязь такая. Я ее и добавляю. И тень рисую. Становится уже объемный объект. И чтобы он превратился в каплю, нужно сделать вот такие два блика. Блики можно сделать гелькой, можно их обойти, как на шарике. А можно сделать гуашью. Не буду сейчас я ничего делать уже. Сейчас я поменяю воду. Схожу, чтобы она была чистила. Продолжаю работать с уточкой. Сейчас мне понадобится все та же сепия. Кое-где я буду добавлять ухру. Причем сепия где-то будет от Ван Гога, а где-то от Тернера. Это удобно. На самом деле неудобно этим пользоваться. Потому что два уже готовых оттенка от Тернера. Вот такая сепия и вот такая от Ван Гога. Так что начиная от Тернеровской, прорабатывать детальки и затемнять. Вот здесь мне не хватает затемнения. Плюс глаз. Глаз будет вообще супер темный. Наверное даже капелька индиго пойдет. У нее на фотографии прямо просто черный. Но я для выразительности сделаю небольшой блик. Оставлю. Глазик будет более живой. А в сочном марафоне еще можно принять участие? Или нужно было сам... Нет, конечно. Присоединяйтесь обязательно. Да, присоединяйтесь. Конечно, можно в любое время присоединиться. Хоть в последний день вы нарисуете все работы. Это ничего страшного. То есть все равно примените участие в розыгрыше призов. Так. Теперь я той же сепии. Капельку я рисовала алая у меня от Тернера. Перманент Ред. И немножко розовой. Здесь уже такая очень неспешная работа. Не пятнами. Ну, точнее пятнами, но уже не так, как я здесь залила и все. Здесь уже надо смотреть. Где у меня пятнышко потемнее, где затемнеть. Где посветлее. Еще раз повторюсь. Я не знаю анатомию. Я не знаю, как там у уток. Что устроено. Где там у них какие критятся. Крылья. Где у них какие мышцы идут. Я понятия не имею. Я смотрю на фотографию. Вижу набор пятен. И эти пятна я отображаю. Так. Вот здесь у нее щечка идет. Поэтому я вот это место и затемняю. Можно работать по-сырому. То есть можно пятно увлажнить. Так как это хлопок. У него не повредится первый слой. Просухший. Поэтому можно работать смело. Увлажнять. И потом рисовать. Ну мне удобнее вот так. Увлажнять уже по ходу. И размывать границу. То есть видите я сделала. Потом немножко расштриховала границу. Мне сейчас не очень удобно читать. Конечно бесплатный розыгрыш. Это не розыгрыш. Это у нас марафон. С призами. У нас 10 призов даже побольше. Ой. По поводу выбора победителей. Это прям больной вопрос. Мы будем с Яной выбирать победителей. И как это будем делать? Я прямо не знаю столько здоровских работ. У меня уже голова по этому поводу болит. Но главное, чтобы были соблюдены все условия. Чтобы были подписаны на нас и на спонсоров. Чтобы выполнили все три работы. Вот. Это главное условие. Чтобы они были все соблюдены. Ну а потом уже будем смотреть именно на работы. И не будет смотреться там профессионализм в выполнении. Обычно я вот когда конкурсы проводили. Я выбирала именно, чтобы душа была у работы. Чтобы была задумка. Чтобы был характер в работе. То есть я не... Ваши какие-то художественные особо способности не важны. Главное, чтобы передали то, что хотите передать. Здесь я показываю ее оперение слегка. Конечно, я каждое перышко вырисовывать не буду. Это нереально. Просто нет у меня на это ни времени, ни сил, ни желания. Такую пестроту легкую я показываю. Здесь вот еще хочется больше темноты добавить. Видите, как здорово в хлопки она добавляется. Прям сама так растекается. Классно, короче. На хлопке рисовать удовольствие. Но надо помнить, что хлопок кушает свет. То есть, когда работа высохнет, она станет заметно светлее, чем она есть сейчас. Здесь тоже такая пестрота у нее. И уходит она вот сюда. Наверное, я сейчас вернусь к клювику. Потому что не хочу потом смазывать работу лишний раз. Под ней пальцами проходите. Здесь сейчас закончу с шеей и нарисую клюв. Клюв у меня будет оранжевым. Ну, чтобы гармонично смотрелась работа, чтобы цвета не пестрели, не отличались от самого цвета уточки, я возьму в этот оранжевый, добавлю охру. Вот эту охру, которая была в ней. Я в сочном марафоне не выиграю, потому что там профессионалы... Нет, ну я же только что сказала, что мы не будем смотреть профессионально выполненную работу или любителям, или начинающим. Будет учитываться не ваш профессионализм, мы же не на уроке рисования в школе, где надо поставить оценку за вашу технику. Нет, мы будем смотреть именно на то, как передано настроение в работе, что вы хотели там показать, задумку вашу. Главное, чтобы она с душой была выполнена, а уже каким... Какие там у вас навыки, мне лично не так важно. Я добавлю чуть-чуть серопейный глазик вот сюда, потому что мне очень хочется, чтобы он был очень таким темным. И все. Наверное, я не буду больше трогать вверх уточки. Сейчас я сделаю ее клюв. Надо было тоже первым слоем, на самом деле. Главное не победа, а главное участие, общение наше. Нет, и победа, конечно, тоже здорово. Бесспорно. Но... Не все, конечно, могут победить. Я бы всех, конечно, одарила, но, к сожалению, это невозможно. Первым слоем надо было тоже клюв залить вот таким светлым раствором оранжевого, кадмия оранжевого, плюс охра, та же самая. Вот у меня в палитре есть, я не мешаю сюда очень много цветов. Поэтому я прям здесь и смешала. Где светлые пятнышки, можно также вымокнуть. Я кисточку руками отжимаю, никогда почему-то не отжимая салфетку. Мне проще почувствовать степень влажности кисти именно пальцами. И можно... сейчас чуть-чуть она подсохнет, добавлять уже более насыщенный оранжевый. Сейчас покажу. Вот у меня он вот такой. Вот. Это Винзор от Ньютон серия Котман. То есть это ученическая, по-моему, серия считается. Я один цвет взяла напробую, мне он очень понравился. Кадмия оранжевый. И в него, возможно, капельку какого-нибудь красного. У меня на палитре тут есть. Вот капельку я рисовала красноватый. Я вот его и добавляю таким образом. Комментарии с экрана. Щелкните просто, да. Нажмите один раз по экрану, они убегут. Пока влажный, вот этот влажный слой, можно в него внедрить. Темноту. Вот эта часть у нее очень темная. Еще больше красного добавлю. А еще для себя я открыла. Вот цвет случайно заказала на Джексонсе. Мне он очень-очень понравился. Цвет называется Индийская красная. Индиан Red. Тоже от Котмана. Прямо супер цвет. Он такой кирпичный немножко. Мне он очень нравится. Так что вот сюда его можно было бы добавить. Но не буду я уже мешать еще новый цвет. Поэтому в оранжевый я добавлю сепий. Чтобы затемнить мой оранжевый. Оранжевый плюс сепия даст нужный, наверное, мне оттенок. Вторым слоем затемню. Не буду сейчас трогать. Вторым слоем. Сейчас это все высохнет дело. Кончик клюва затемню. Здесь затемню. Пока перехожу вот сюда. Продолжаю работать сепией. Капли на арбузинку. Конечно, можно. Можно вообще все, что угодно. Что вам хочется, то и надо рисовать. Мы с ученицей так занимаемся. Она говорит, а можно я вот это сделаю? Ну, конечно, можно. Это же ваш рисунок. И вам только решать, что здесь лучше будет, что хочется. Что хочется нарисовать, то и надо рисовать. Нет никаких в рисовании, нет никаких, я считаю, правил каких-то, законов, аксиом. Это в математике есть аксиомы, и им нельзя не следовать. А здесь ничего такого нет. Можно делать все, что угодно. Так, показала то крылышко, которое у меня там за спиной. Так, что еще можно сделать? Можно на клювик дальше поработать? Он подсох у меня. Возьму еще оранжевый. Немножечко сепии. И вот здесь я в рельефку такой вот я покажу на клювике. Он же не ровный у нее, какой-то такой с выемками. Здесь затемнение может быть слегка. А самое главное, что подчеркивает клюв, это темная точечка на конце клювика. Я ее сделаю сепия плюс индиго. Вообще у меня очень ходовые, надо сказать, цвета сепии индиго. Я имя очень часто пользуюсь. Они у меня и от Тернера. Мне нравятся очень. Это фирма. Очень аккуратненько. Так, смотрю на фотореференц. Он слегка загибается, клювик. Вот так вот примерно. И моздри. И вот здесь можно тоже выделить. Сейчас покажу вам. Оленя в лес рисовала. Привет, кстати. Белилами закрасить. Ты знаешь, у меня такая штука была, когда я рисовала нашу церковь. Я показывала даже в сторис. Я нарисовала с края огромного голубя. Сейчас, если у меня здесь есть, я покажу, пока сохнет. Я нарисовала огромного голубя. Он получился ужасно страшным. И раз бумага у меня позволяла, я его стерла. Голубя этого. Так, здесь, наверное, нет у меня его под руками. А, нет, вот, вот. Здесь был огромный голубь. Вот на этом месте. Он был вот досюда. То есть, вот такой на переднем плане. Огромный голубь был. Мне захотелось его нарисовать на переднем плане. И когда я его изобразила, он получился таким страшным. Вот его край головы даже виден. Эта бумага, она позволяет все смывать. Это Бейрут от палаца. Я его смыла, этого голубя. И вот здесь вот изобразила кусты. Потому что он все тут портил. А так-то, конечно, можно все, что угодно рисовать, что хочется. Так. Сейчас я покажу фотореференцию еще раз. Вот она уточка. Вот ее клюв. Спасибо. Видите, он на конце такой темненький. Я его, собственно, темненьким и сделала. Сейчас буду прорабатывать оперение. Ну, тоже не сильно так, что я вообще не любитель очень долго сидеть над одной работой. Так, мы, наверное, уже часто прошел. Наверное, надо бы сохраниться. Давайте, наверное, сейчас отключусь. Опубликую все-таки этот эфир. И вернусь сюда опять. Привет, еще раз всем. Продолжаем рисовать уточку. Так, сейчас покажу ее эфиренс. Вот такую уточку я рисую. Спасибо, Петрос Фотос. И пейзажи я мне брала для вдохновения. И вот сейчас вот такую вот уточку. Рисую в скетчбоке от Just the Sketch, который будет у нас подобный. Скетчбок одарен. Два победителя нашего сочного марафона. Так что присоединяйтесь. Можно даже сейчас. Хоть уже две темы известны. Всего будет их три. Можно начать рисовать в любое время. Ну, и я продолжаю работать над дудочкой. Не сильно я долго здесь над ней сижу. Такс. Рисую я довольно-таки быстро. Работа у меня обычно не занимает более часа-двух. Так же и здесь. Я не собираюсь над ней сидеть долго. Тем более у меня нет столько времени. Или я работаю обычно урывками. То есть я могу... Вот как я скетчбок шила. С 19-го числа вчера только закончилась. Ведь я пошила скетчбок. Потом через два дня дальше пошла его шить. Через два дня еще что-то склеила. То есть так этапами. Так и здесь. Показываю ее оперение. Где-то она вот так вот идет. Уже карандашного, кстати, моего рисунка не видно. Поэтому я смотрю на фотореференции. И уже по ходу дела... Вспоминаю, где тут что у нас было. Где-то такие крылышки. Первый эфир, первую часть эфира с этой уточкой я сохранила. Опубликовала на свою голову, наверное, опять. Буду в этом директора скребать. Ну и соответственно, на своем канале на ютубе я тоже ее попозже выложу. Не успеваю, на самом деле, все монтировать, обрабатывать. Поэтому с задержкой получается выкладывать. Такие намеки на оперение. Третья тема еще не была объявлена. Третья тема у нас будет объявлена 4-го числа. То есть завтра уже, да, завтра. А пока рисуем с прозрачностью. Кстати, количество работ не ограничено. Можете рисовать хоть 10 работ на одну тему. Это будет только плюс вам. Удвое, тут трое шансы на победу, как говорится. Вот этот мой первый слой, который я рисовала, его даже тут и особо не видно. Но он дает, что он дает, что у меня не будет каких-то неестественно белых перышек. У меня будет все такого одного оттенка кремового. Можно индиготь, чуть-чуть добавить кое-где даже. Так, а вообще рисую чистые сепии, даже не вмешивая сейчас никаких оттенков. Хотя, надо бы. Сейчас вмешаю. Потому что здесь она идет темнее, а здесь она идет более охристого оттенка оперения. Поэтому я делаю вот так. Добавляю охру, который у меня на палитре есть. И увожу на сейчас воду. Вот здесь вот. Вот таким способом. Прищуриваю глаз, смотрю. Беру теперь сепию от Ван Гога, коричневую такую. Потому что дальше она идет, туточка коричневатых оттенков. В марафоне можно рисовать чем угодно. Можете акварелью, карандашом, ручкой, мелком, пастелью, гуашью, маслом, акрилом. Полная свобода для творчества. Не забывайте, что три темы обязательны. Три работы минимум обязательны. Можно, конечно, работать больше нарисовать. По каждой теме, не по одной. Но главное, чтобы на каждую, для участия в розыгрыше, конечно, для участия в розыгрыше призов, вот именно для победы, нужно три работы, чтобы у вас было. Теперь перышки идут вот такие. Начинаю я сверху, наверху они такие охристые, поэтому выбрала охру и вот так их повела сюда. Между перышками есть такие участки светлые. Вот, собственно, для них я первый слой-то и делала, чтобы у меня не белесые остались, а именно хремовые. Кончики перьев. Водой размываю. Так, можно наклонить, чтобы у меня потекло вон туда, а не сюда на меня. У основания не темнее, поэтому вот так должно быть. Это уже что-то похоже, по-моему, получается. Можно добавить сепию от тернера, темную сепию, даже чуть-чуть индиго взять, и вот здесь у основания еще больше затемнить, сделать такое глубокое оперение, темное. И так как это хлопок, бумага хлопковая отличного качества, она выдержит и второй слой, и третий, и пятый. Поэтому, если что-то мне тут не хватит, я могу потом доработать после высыхания. Главное не переборщить. Не вижу ее комментарий, когда так держу. Кисть. Мне очень она тоже нравится. Это кисть синтетическая. Silver Black Velvet. Так, нам плохо слышно? Плохо слышно, правда? Не знаю, мне казалось, никогда не было проблем со звуком. Репост не обязательно делать, но мы будем очень рады. Я очень, кстати, благодарна участникам. Очень многие откликнули, сделали репост. Прям большое вам огромное спасибо. Поэтому мы только за репост очень будем благодарны. Да, я сама учусь рисовать на опыте своем и других. Бумага это хлопок, кэнсон, молин дырой. Ну, так я не могу держать, так видно хорошо, но я держу руками, поэтому. Громче не могу говорить, потому что у меня спят дети. Фотореференс. No, I'm sorry, I don't speak English. Новая белка микс я рисовала вот здесь. Если вы пропустили, можете потом записи посмотреть. Он, кстати, и в инстаграме запись осталась. Посейдоном я делала полностью фон. А дальше мелкая работа, она уже не требует какой-то большой крупной кисточки. Здесь я рисую уже своей синтетикой тоненькой. Так, рисую дальше. Мне хочется сделать, так, вот сюда надо уйти, наверное. Хотя нет, здесь продолжу. Здесь будет оперение более холодное, поэтому я в свою сепию добавляю чуть-чуть индиго. Прямо, видите, у меня палитра небольшая и цветов я использую немного. Я взяла сепию, смешала с индиго, получила такой холодновой цвет. Сейчас еще чуть-чуть сепию сюда. Бумага 300 грамм. 300 грамм здесь плотности. Можно затемнить вот здесь. Уже высох, кстати, слой. Ну и хорошо, что высох. Можно затемнить вот здесь. Опа, у меня садится батарея. Не знаю, насколько и хватит еще. Задний фон. Ну вот посмотрите в записи. Мне проще показать, чем объяснить. В записи есть первая часть. Я рисовала и задний фон. Можно по мокрому его рисовать, но я рисовала по сухому. О, здесь вот тоже такие многочисленные у нее перышки. Я не буду их все прорисовывать. Покажу их направление. Они идут вот таким образом. Такие вот неровные. Вот так вот кисть возьму. Такое где водичкой можно размять. Классно, Света, скетчбук вообще классный. Я сама. Видишь, у меня как мало тут рисунков, потому что мне страшно рисовать в нем. Потому что думаю, вот я испорчу чего-нибудь. Вот у меня эта работа сложноватая, не получится. И откладываю его. Ну и в принципе я животных не так часто рисую. Поэтому мне в нем рисовать не часто приходится. Но он здоровский действительно вообще. И качественный, и бумага в нем, и все-все-все на высоте. Так что участвуйте, выигрывайте такие скетчбуки. Их будет два подарена. Джазду скетч, аж два скетчбука готовы. Сшить и подарить вам. Так, вот сюда они идут, перышки. И на этом заканчивается. Низ надо затемнить. Я возьму индиго. И вот так вот немножко. Хотя нет, вторым слоем затемню, чтобы у меня тут ничего не расплывалось. Вот таким образом. Темноты надо добавить. Смотрю, сейчас прищурилась, посмотрела, не хватает темноты. Значит, я вот сюда еще добавлю более темных пятен. И будет больше похоже на то, что хочется изобразить. Дальше идет вот сюда у нее перышко. Обходя вот эти перышки. Такая якобы подложка идет. Она немного расплывается. Вот таким образом. Хвостик тоже сепией. Холодной сепией. Сепия с индиго можно взять. Идет он вот сюда. Вот таким образом. И немножко тоже размываю. Я кисточку отжала. Точнее, помыла. Вот так отжала. И вот так размыла. То есть кисточка у меня должна быть такая влажная, но не с большим количеством краски. Что еще хочется сделать? Хочется вот сюда увести темноту. Поэтому мне никто не мешает сделать. И вот так водой размываю. А сюда чуть-чуть охры. В общем-то и все, я думаю. Вот здесь не хватает темноты. О чем я и говорила. Собственно, вторым слоем можно все это исправить. На целлюлозе этот фокус не очень проходит. Поэтому проще рисовать, конечно, на хлопки. Такие вещи. Многослойные, лессировочные. Лессировки, когда слой за слоем наносится, они любят хлопок больше. Удобнее рисовать на хлопки. Все, я думаю, не надо больше ее трогать. Сама уточка готова. Кончик носа сейчас еще затемню. С европейной. Сепией. Чтобы он был еще сочнее. И все. Теперь мне нужно сделать красивое отражение. Ужас. Так, действительно, это ужас. Возьму кисть потолще. Возьму этой же фирмы, но 8 номер. Я рисовала четверка, это 8 номер. Потому что отражение у меня не будет столь мелкими прорисовками. Она все-таки будет заливкой. Такой единой практически заливкой. Я выбираю ту же сепию. В нее буду добавлять по ходу охру, желтую охру, индиго и на край клевика оранжевую. Нет, в художественную школу я не ходила. К сожалению, не ходила. Я ходила в музыкальную школу. Я не знала вообще, что я буду рисовать. Я рисовала всегда так себе. Ну, как бы нормально рисовала, но я срисовывала в основном. Сбрала что-то, срисовывала. Поэтому мне как-то... Не было мысли посещать художественную школу. А зря. Я сейчас жалею в этом. Поэтому тайно надеюсь, что мой сын, когда подрастет, захочет ходить в художественную школу. Знаете, что я забыла? Я забыла лапку сделать. Здесь выглядывает лапка оранжевая. Где-то, где-то вот здесь. Я беру сепию и начинаю так вот обходить в тюточку. И дальше иду. Даже не сепия, даже с индиго. Сепия плюс индиго. Да, Свет, ну, я вот, честно говоря, такое отражение сама впервые рисую. А кое-где, почему-то, мне кажется, в зеленоватую сторону уходит. Поэтому я вот в это индиго, я добавлю свою желтую охру. Оно, да, зеленоватый вот такой оттенок. Им я и хочу залить вот это дело. Воду хорошо рисовать акварелью. Воду сложно рисовать маслом. Акварель, она сама вода. Поэтому ей в сравнении с маслом легко изобразить воду, отражение. А вот маслом для меня это, конечно, вообще прям очень большая сложность. Вот, я пустила здесь потемнее, здесь посветлее. По ходу дела добавлю сейчас еще темноты сюда. Можно так наклонить. Здесь у нас шейка темная, значит тоже темнота будет. И здесь тоже. Далее можно сразу же пустить оранжево-ухристый цвет. Ничего страшного, что он перетечет. Хоть вода стоячая, но все-таки она дает свое размытие. И за счет того, что я рисую уже на фоне, на белой бумаге, оно получается темнее. Можно кое-где выбрать чего-нибудь, чтобы показать, что там светлое оперение идет. Глазки потом нарисую и затемнение, наверное, тоже потом сделаю. Хотя можно и сразу. Но она сейчас очень сырая бумага, влажная, поэтому она у меня сильно очень расплывается. Надо просто очень много тренироваться. Конечно, когда особенно смотришь искоренное видео рисование, кажется, вот, ой, она взяла и сделала вот так, так, и все на самом деле само нарисовалось. Ну, не так, конечно, такого не бывает. Поэтому тут только практика поможет. Надо много рисовать самому. Не смотреть, как другие рисуют. Ну, и смотреть, конечно, тоже. Мне в свое время помогли, конечно, процессы, которые я находила на ютубе. Плюс просто работы чужие, когда ты смотришь на них и анализируешь, как тут, что сделано. Это, конечно, помогает. Но лучше все-таки учитель, это практика. Здесь надо осторожно идти, потому что здесь у нас светлых много моментов, уточки. Поэтому я беру тот же индиго в смеси с охрой. И начинаю заливать. Кое-где сепию добавляю. Здесь оперение можно даже показать. Лапку оранжевую отражаем. Асимметрично. Осевая симметрия тут у нас. Математически такой термин. Подсохло. Можно от фактуры добавить. Здесь темноты хочется добавить. Спасибо большое. На самом деле, конечно, повторюсь, что мне многому еще нужно учиться. Я не владею акварелью так, как самой бы даже хотелось. Так что учиться и учиться еще. перышки вот эти можно показать. И хвостик идет темный. Я его тоже сделаю очень темным. Индиго добавляю. Можно протереть хлопок этот пока мокрый. Он даст сделать вот эту светлую полоску. Она сюда отражается. Вот так вот. Вот так вот. Ответственно объясняю. Наверное, все-таки дает мое образование. Педагогическое какие-то свои такие вот отблески и на эти моменты. Можно еще сюда ее пустить. Вот как-то так, я думаю. То есть, у нас не полностью уточка здесь отражается. Даже на фотореференции. Вот она отражается. Видите, сама утка, она больше, намного шире. А отражение намного уже. Но вот на фотографии отражение более четкое. У меня оно более такое разнутое получилось. Но я думаю, это не беда. Осталось мне что нарисовать? Осталось мне нарисовать. Вода реальная стала. Но на самом деле очень не хватает. Вот этих вот тоненьких прожилочек. Я не знаю, может я ими наоборот все испортить могу. А может быть наоборот сделать воду еще более прозрачной. Прозрачной, более зеркальной. Поэтому я буду пытаться все-таки сделать эти отражения. Двойку мне никто не поставит. Даже если испорчу все. Предмет я какой? Нет, не секрет. Я преподаю математику. Я учитель математики старших классов. Еще информатики. Информатику я преподаю с 1 по 11, а математику с 5 по 11. В своих работах гуаши очень редко использую. Только если вот блики я рисовала, там нужны какие-то белые пятнышки. У меня вот гуашь тут для этих целей стоит. Но ее очень-очень редко использую, вам не советую. Хотя кому как. Вот Сергей Курбатов красоту творит гуашью. Я вот как-то даже когда я рисовала, по его урокам гуашь не использовала. Потому что мне прям не поднимается рука в акварель добавлять гуашь. Для тоненьких вот этих вот сеточек паутинок линий я возьму тонкую кисть. Называется эта кисть лайнер. Вот такая кисточка. У нее очень тонкая борсь. Тонкий пучок, но очень длинный. Не научилась я ей сильно работать. Прям так хорошо. Сложно мне. Она синтетическая. Надо чувствовать, сколько на ней краски, сколько воды. Но я буду сейчас пытаться. Для вот этих паутинок я возьму... Они тут не все такие четкие. Есть такие очень прозрачные. Поэтому я, наверное, с прозрачных и начну. Буду двигаться от светлого к темному. Почему гуашь не советую? Ну, для моих техник не советую. Не знаю. Мне нравится прозрачность. Если вот посмотрите, наверное, все мои работы, они очень прозрачные. Гуашь это все-таки кроющий материал. И не знаю. Я не противник. Можно добавлять. Я говорю, для бликов я добавляю. Но вот именно в саму акварель вводить гуашь. Не знаю. Здоровские работы у Сергея Курбатова с гуашью. И у кого с гуашью я не против. Но вот я говорю, лично для себя я бы не хотела гуашь добавлять. Кстати, посмотрела и вспомнила, что я на отражение не добавила глаз бедной птички. Она у меня без глаза. И тут надо темную. Такой вот. Штришки сделать. Вот. А может быть потом еще сделаю темнику. Да, утяжеляет. Правильно вы говорите. Мне тоже кажется, что все-таки гуашь очень утяжеляет. Значит, какую я навожу сейчас? Я беру сепию. Все ту же самую сепию. Обратите внимание, у меня в работе использовано сколько цветов. Желтая охра. Так, еще секунду. Я подключу сейчас какую-то зарядку. Потом у меня сейчас телефон отключится. Использовала я желтую охру. Раз. Индиго. Сепии. Две сепии. Ну, как за две краски посчитаю. И чуть-чуть розовая. Вот пять цветов я использовала в этой работе. Даже розовую можно не считать, наверное. И этими пятью цветами я все рисую. Не добавляю. А, стоп. Еще оранжевую добавляла. Вот на клевик и на лапку. И стараюсь больше цветов уже сюда не брать. Поэтому я опять же беру мою сепию. И для светлых бликов я ее развожу до такого состояния с водичкой. Вот так она будет. Даже можно еще водички больше. И тренируюсь на листочке. Лайнером рисовать линии. Они какие-то вот такие должны быть. Вот такие. Такой толщины. Так. А тут очки на воде. Округлые какие-то такие вот идут. Округлые волны. Поэтому округлые рисую. А здесь уже идут какие-то такие непонятные. Здесь веточки у нас отражаются. Поэтому они идут очень непредсказуемые. Можно кисточку вот так держать. Лисировок. Ой, я не знаю. Я вообще рисую работой быстро. И мало у меня количества лисировок. Наверное, три максимум. Немного. Я не сижу долго над одной работой. У меня не бывает сильно много лисировок. Поэтому. Здесь вот две получается. Хотя сейчас третьим слоем. Может быть что-то где-то добавлю. Посмотрим. Еще не решила пока я. Так. Здесь тоже нарисую какие-то такие. На воде. Веточки. Надо на самом деле внимательно посмотреть на натуру. Не придумывать что-то здесь. Сейчас я добавила индиго. Буду делать уже с индиго. Разводы. Здесь даже они какие-то, знаете, размытые. Может быть мне стоило по-сырому делать. Что-то я не знаю как-то. А можно сейчас взять и немножко их попробовать размыть. В одну сторону. Я рисую первый раз вот такие вот вещи на воде. Поэтому я рисую и учусь. Спасибо большое. В мокрое добавляю темных каких-то вещей. Так. Что у нас там еще есть? Совсем светлые такие. Совсем тонкие вернее. А есть потолще. Можно элайнер вот так вот плоско держать. Тогда он даст более толстую линию. Надо чередовать обязательно темные и светлые. То есть ни одним тоном не работает. Либо вливать. Вот у меня есть темное пятно. Мокрое еще. Я прям в него могу добавить сейчас еще больше темноты. Уно расплывется красиво. Так. Сейчас я использую сепию с индиго. Спасибо большое. Но не скажу, что сильно профессионально. Некоторые моменты я сама впервые рисую и учусь на практике. Поэтому не знаю, насколько это профессионально можно назвать. Мне не хватает темноты, кстати говоря, вот здесь. И вот здесь сейчас лессировкой буду еще затемнять. Вот сюда можно тоже пустить какие-то такие разводики. Сепия хочется, чтобы здесь преобладала. Причем удаляясь от уточки, они должны становиться более светлые. Даже я бы хотела их сделать более размытые, но не буду сейчас уже мочить всю работу, тут намочивать. Уже пусть так останется. И какие-то темные штрихи. Так, совсем темные хочется сделать. Поэтому я беру густо сепию. Ага, водичка ожила. Ну вот я говорю, что должны отражения добавить своей живости. Я беру густо сепию и густо индиго. Сейчас я расскажу, что цикулисировки. И вот этим прям очень густым густой смесью я добавляю еще темноты, чтобы она была еще более прозрачной. Я же когда вот вчера о прозрачности у нас была, был прямой эфир, я рассказывала, что вода, она водой смотрится, когда есть концентрация темных и светлых пятен. Так же и здесь. Если у меня есть светлая вода и на ней темные пятна отражений, то она будет уже более прозрачной. Лиссировки. Что такое лиссировки? Лиссировки это слой за слоем, грубо говоря. То есть я первый слой нарисовала уточке очень прозрачным, я дала ему высохнуть. Следующий слой уже будет лиссировкой называться. Я буду лиссировать, то есть поверх первого слоя, наносить второй. Есть рисование, как называют, а-ля прима. Это рисование в один слой, без всяких лиссировок. Там не используются лиссировки. А вообще объем очень здорово достигается именно лиссировочными слоями. Вот такие разводы от уточки идут. Можно где-то водички капнуть, чтобы даже разводы чуть-чуть расплылись. Ну вот, такое пространство. Я не хочу ничем его здесь заполнять. Мне кажется, тогда работа дышит, появляется много воздуха. Плюс обычно я рисую объекты, которые движутся слева направо. Мне хочется, чтобы с будущего они двигались. Вот эта уточка, я не стала ее менять, не стала зеркалить. Нарисовала так, как она есть на фотореференции. Мне понравилось, что она в спокойной такой гладкой воде плывет. Может быть, немножко в прошлое. Сейчас я лиссировкой вот здесь затемню. Мне хочется добавить темноты в отражении. Именно под самой уточкой. Вот здесь я смочила. И тоненькой линией добавила темноты. Слежу, чтобы она не утекла в вот этот вот стык, где у меня вода стыкуется с сухой бумагой. Будет очень некрасиво, если это произойдет. Поэтому я тут... Либо вот так надо наклонить бумагу и дать ей высохнуть, либо же следить, пока она не высохнет, и подправлять. Можно еще затемнить чуть-чуть лапку ей. Оранжевую лапку. Взять оранжевый. Смешать сепий. И вот здесь делать ее тоже с тенью более объемной. А можно этого и не делать. Я думаю, все. Не надо больше мучить работу. Еще раз показываю фотореференции. Это прошлое рисуйте. Ну, видите, каждому хочется по-своему. У каждого видения происходит фотореференция. То, что получилось. Возможно, я посмотрю потом свежим взглядом на нее. И мне захочется что-то еще исправить, добавить. Не знаю. Но редко такое бывает на самом деле. Даже если мне хочется что-то изменить, я уже не меняю. Уже как есть, так и есть. Работа остается. Поэтому все. Всем большое спасибо за компанию. За долго рисовыванием листья. Детки мои спят до сих пор. Вот. Как нарисовать арбуз? Не знаю. Как нарисовать арбуз? Мы рисовали дольку. То есть, так двумя штрихами нарисовать арбуз, я не знаю, как честно. Потому что сама красота арбуза в его разрезе. Спасибо огромное. Спасибо большое. Я эфир сохраняю. Я все-таки делаю опять поделиться. Буду опять разгребать директ. Ладно, ничего страшного. Вот. На ютуб я тоже загружу, но попозже. Всем хорошего дня. Спасибо огромное. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok